ребята всем привет вы на канале роман гол не забудьте оформить подписочку на канал а сегодня я рассказываю о своей машине toyota corolla филдер 2016 года это 160 кузов рестайлинг и сравнивать я буду с последними своими машинами и это скейкарами и subaru outback то есть правый левый руль сегодня необычная локация я нахожусь на авторынке в новосибирске завтра начинаются выходные решил попробовать удачу здесь говорят авторы на кожу движуха идет проверим ну а сейчас подробнее про мою машинку начнем с мотора он здесь nc полтора литра тойотовский старый добрый надежный машина у нас полный привод можно сказать джип учитывая что здесь колеса стоит чуть побольше 195 шлина вместо 175 реально джип и получился вариант вот смотрите такое состояние машины из японии три с половиной балла все булзики все здесь четко все родное единственное на полноприводных вариантах показываю все как есть имеются следы кое-где знаете ну вот можно найти я не знаю где то а вот желтенькая коррозия вот на этой палке тоже некрасивый достаточно видите то есть вот хомутик немного тоже желуденький вот ну то есть какие-то мелочи бывает пожестче плюс если вы смотрите уже подготовленную тачку в россии скорее всего там уже будет все под задуто где надо где надо под зачищено это происходит из-за того что выдовые машины в японии эксплуатируют исключительно по назначению в северных регионах а в северных регионах там используют реагенты там вроде морской водой как-то еще поливают короче небольшие рыжики на выдовок машинах из японии это нормально это нормально хотите чтобы все было вообще к ноль маноль но это передний привод капот вот так вот выполнен то есть никакой защиты здесь ничего нету никакой изоляции звука шума аккум стоит еще японский вот джиши ясо какой-то 103 лошадиных силы имеет автомобиль изначально здесь не было туманок как так родной проводки можно легким способом подключиться туманки вроде как говорят на авторынке там где-то во владике уссурийский стоит там около полутора тысячи рублей все в комплекте вместе с кнопкой которая в салоне ставится такой вот удобный вариант по оптике конечно свет лучше в кейкарах это вы можете посмотреть и на перегоне но свет линзованный не ксенон ничего туманками я не пользовался туманки кстати в олео написано ну то есть это не сам и сам ушли потребно реально нормально но я ими не пользовался просто морда вся была заклеена вот то есть рыжик небольшой видите над лобовым тачка у нас универсал но спать в ней невозможно по сравнению с кейкарами здесь вообще жесть сидушка в ровный пол задний не складывается передняя как в кейкарах приходилось как-то корячься в багажнике ноги замерзли потому что от задней до везде идет холод салон не прогревается это жесть конечно до сих пор если честно кашляю в салоне вот так вот у нас такая ситуация место сзади тоже в кейкарах конечно больше не знаю почему так делаю и как так сделано но в кейкарах надо отметить что там багажника нет тут и будет у нас плюс конечно в общем ребята стою на рынке тачку продать не получается вообще караул и тут наткнулся на один полезный телеграм-канал называется сигналы от роберта автор канала успешно занимается трейдингом за два года ему удалось очень так нехило подняться вам же теперь не нужно изучать тех анализ money management или прочие нюансы все это роберт берет на себя блин где же я раньше был с моими инвестициями многие участники вип-чата уже смогли осуществить свою мечту вот есть полная информация для новичков и отзывы ребята делюсь с вами ссылкой на эту телегу в описании переходите и подписывайтесь еще одно сравнение с моей машиной subaru outback который недавно продал которая стоит у нас новосибирске примерно как эта машина ну чуть муж плюс-минус там подороже ну конечно по оснащению outback это небо и земля да конечно там он много в россии ездил больше десяти лет но это просто самолеты они как из разных вселенных даже если посмотреть вот здесь а вот а то есть здесь настолько все архаично потому что вот эти кнопки на этой тойоте на филдере на этом и десятилетней давности и когда там они начали делаться вот эти кнопки здесь были все здесь это колесико все одинаковое вообще вот кстати туманки сюда подключили видите это антиюз отключается анти занос он тут есть такой вот а вот здесь такая вот система какая-то вот она болтается в общем машинка простенькая но она надежная она выдумывая в ней смотрите какой шикарный багажник с ними шикарной полкой кстати дверь задняя она пластиковая виде какие здесь крепления причудливые багажник здесь реально есть влазит комплект колес вообще просто со свистом давайте я покажу вам все отделения все фишки по состоянию принципе он нормальный отделом карпетом крючки держат 4 килограмма здесь вот подсветочка имеется и отделение у нас идет первое отделение второе отделение где тут все под домкрат и еще третье отделение герметики все эти дела просматриваются как вы видите запаски здесь нет компрессор только причем этот компрессор он сделан только под герметик вот видите если вы прогалываете шину по легенде включаете компрессор герметику потом все колесу накачивается шина туда запускается герметик заделывает дырку вот едете дальше я пытался им воспользоваться просто как обычным компрессором нифига не получилось то есть только с герметиком он работает здесь у нас ручки они нужны для складывания сиду то есть явное преимущество перед кейкарами у этой машины это вот этот багаж а ну и салон шире я не знаю почему то мне нравится реально кейкары это что-то новое современное ты едешь на каком-то прикольном гаджете это же но обычный дырын по сути да обычно универсал не знаю не знаю я не ощутил эффекта вау то есть они стоят эти машины у нас вот в сибири от миллиона рублей вот начиная от миллиона в доме участвует не знаю не знаю мне допустим какой-нибудь энд вагон или инбокс выдал или ничего не такое еще пчел мне еще не было как-то больше бы зашел чисто вот пользоваться сзади смотрите здесь отделка вот такого плана все дело на коврами сидушки же достаточно просто выполнены то есть никаких не сеточек не кармашков из одного материала сшита все это его только здесь идет уже комбинация спереди тут у нас присутствует подлокотник опять же самый самый простой без подстаканников без каких либо фишек потолок тоже я и не знаю не знаю кикар пока что для меня лично во всем вообще выигрывает если если мне не надо прямо конкретно с полной загрузкой до 4 человека ехать или еще велосипед или что-то там несколько мешков картошки в багажнике возить место здесь достаточно мало у там обычно я я тоже сидел конечно учиться можно но карри реально больше комплектация у нас обычная самая иксовая вот посмотрите состояние арок машинка у нас выдавая 15 штамповки с колпаками комплект идут повторители зеркала зеркала у нас идут электрические есть функция такая подогрев дворников это есть функция открыть капот но вот это только все автоматические стеклоподъемники центральный замок балкировка здесь под стакан вот здесь кстати еще удобно и такое отделение ты будешь телефон можно еще что положить когда едешь это круто воздуховоду таким образом выполнена но достаточно прикольно здесь отделение под мелочь но это особая такая фишка особый шар вот эти отделения под мелочь они у в японцев со старых времен почему-то вот они под монетки делают зеркала складываются регулируются фары можно тоже регулировать вручную вверх-вниз руль обычный резиновый но вот как видите с такой отделкой да и также подушка безопасности типа как раз со строчкой даже это настоящее то есть это не пластик это именно кожа отделана также от японцев подарок мне достался вот этот видеорегистратор замечательный не знаю дорогой нет особо я увлекаюсь в козырьках нету зеркал еще один минус до стране и карами ключ у нас самый обычный ковырялка и второй ключ вообще просто резиновый слышите она сказала подписаться на канал это все ребята кто смотрит мои видео они все это знают здесь у нас самый обычный кондер но выглядит достойно можно сказать то есть не как комфорт и совсем уж выглядит это все нормально мофон самый обычный калькулятор но опа но с ауксом и юсб коробка передать здесь стоит простой вариатор как говорится не робот никакой там планетарная история никакая не реализована за счет варика конечно здесь расход маленький да по расходу кстати вот здесь если сравнивать с кондо инбокс турбовая но примерно такой же расход по трассе может чуть побольше наполнит конечно если здесь стоял круиз-контроль еще передний привод гибрид намного приятнее на такой машине ездить но я исхожу из конкретных вот вот этого предложения да и тех же кейкаров как я уже говорил зеркал здесь нет самые обычные козырьки вот такие это зеркало тоже самое обычное с ночным режимом конечно да надо сделать скидку что это иксовая комплектация самая простенькая но одна из самых простеньких а кейкары я рассматриваю топовый но я то рассматриваю просто автомобиль из определенный бюджет если кастомный n вагон можно смотреть ну не в два раза но почти в два раза меньше по деньгам да и если не заморачиваться что там три цилиндра у меня там велосипед с мотором и особенно если у вас там не экстремально низкие температуры то есть где-то в москве в той же даже где-то там на западе россии то пока эти современные маленькие машинки они конечно выигрывают здесь вот такой бардачок вместительный здесь еще один книжечки идут здесь подстаканник это убирается розеточка тут можно кнопки еще кнопок можно наставить и конечно в хорошей комплектации такие машины тоже бывают но там цена если тут иксовая понимаете только что столько стоит вот ляма там будет цена я не знаю можно миллион триста наверное они бывают и гибриды они бывают просто переднеприводные и переднеприводные они намного меньше хавают бензина и динамика лучше по дороге я сюда заправлял 92 бензин но динамика так себе а заправившись в городе 95 еще и премиальной марки я офигел от динамики ну реально ну нормально шагает машина вот посмотрите приборка ну да здесь уже не до 140 как в кейкаре а до 180 ну а нафиг вообще это вся разметка нужда до 180 если ехать можно только 110 короче вы поняли уже наверное что я слегка предвзят но не знаю ничего необычного я тут не вижу вот даже если нужен универсал большой лучше аутбэк вот по трассе реальный расход у этой машины там в районе 7 литров до 1 аутбэка 8 литров по городу конечно там если пенсионерить то уже литра 2-3 будет разница если вжаривать то тогда аутбэк еще больше будет есть но опять же за те же деньги там уровень вообще не небо и земля то есть но у меня в принципе достойный был экземпляр надо сказать конечно если отжаток взять какой-то который будет требовать огромных сумм вливание да кстати вот особенность этой машины и плюс даже перед тем же аутбэком то что здесь ну просто я думаю бензин маслом лить и все аутбэк уже на любителя как говорится может попросить может потребовать даже также вот какое-то gps устройство будильник здесь японский установлен не знаю зачем он нужен свет самый обычный надо отметить что здесь лучше шумоизоляция чем в кейкарах тут тот же звук даже лучше вот эти самые обычные колонки звучит все это уже как настоящий машин здесь ставим плюсик явно по дизайну знаете филдер он и в африке филдер стандартный такой универсал они особо никаких тут смелых решений не предпринимают но мне вот я когда выбирал мне именно рестайлинг хотелось вот видите черный допустим дорестайлинг я вообще думал раньше это другой кузов конечно тут намного выигрышно смотрится вообще то есть уже даже в простых комплектациях линзованная оптика особенно выигрышно смотрится вот эти вот отделения да как они уже на крышку багажника завели намного круче дорестайлинги там вот эти прям видно что не заработано причем на этих фонарях видите тут ничего не га не загорается даже не задний ход здесь не загорается и габариты не стопаки ничего но смотрится очень круто я как вы поняли уже взял бы конечно какой-то крутой заряженный кейкар кастомный по цене почти в два раза дешевле с удовольствием бы ездил на нем у меня знаете нет предрассудков там за и по размеру машины там побольше почерней мне вообще пофигу на это главное крыша не течет тепло комфортно а вся вот эта отделка современная в этих кейкарах там сидишь реально в компьютере в таком маленьком но кому нравится большой универсал филдер для вас если вы миллионер готовы со своим миллионом распрощаться ради этого красавца то я вас осуждать конечно же не буду кстати здесь прикольная такая задняя подсветка номера она очень мощная и у здесь полоса такая сзади прям такая четкая вот когда темно она реально вниз прям бьет очень-очень ярко ну ладно что у нас уже темнеет на авторынке пора уже валить как говорится для того чтобы завтра с утра приехать и пытать здесь удачу всем спасибо кто смотрел этот видео обзор машины реально без претензий есть пить не просит надежная цены сейчас на все очень сильно выросли поэтому может быть миллион для нее и нормальная цена всем большой удачи здоровья и пока